Раз, два, три. Привет, меня зовут Кирюха. Я прошел онлайн-тренинг Владимира Шамшурина по эффективному знакомству и соблазнению девушек. Ну, что я могу сказать? Этот тренинг мне реально много дал, он внес красок в мою жизнь. Мне гораздо стало легче реально подходить к девчонкам и перестал вот этого бояться, вот этого мандража всякого из меня вытянуло. Потом, ну, даже на бытовом уровне стало с девчонками легче общаться, которых я знаю. И знакомства вот эти вот, они прям реально разнообразили мою жизнь. Идали уверенность не только в личных отношениях, но и в плане даже учебном я стал себя куда увереннее и комфортнее чувствовать. Стал куда лучше разбираться в людях в целом. Я выполнил все задания там по вопросам, вообще все задания выполнил, выучил всю теорию, и это тоже было очень весело. На самом деле были неизгладимые впечатления, когда особенно ты сперва боишься, боишься сказать какую-то хрень жуткую, думаешь, что тебе в лучшем случае отпиздит, а потом нормально все становится. Потому что, как бы, ты когда это делаешь, начинаешь, входишь во вкус, реально все становится круто и весело. И это становится интересно, и ты понимаешь, блин, что как все на самом деле устроено, что не надо всякой этой фигни бояться, типа, к девушке подойди, ой, она откажет, ну, пофиг, и дальше идешь, просто ломишь свою ситуацию, гнешь свою линию и так далее. А кто больше въебывается, красивые или страшные? Больше всего страшные въебываются, ребят, это факт, потому что, блин, я не знаю, у них, видимо, какой-то зуб на этот мир, и на пацаны в целом, а красивые девчонки реально нормально реагируют. Вот мой друг познакомился с девушкой в Турции, и все так удачно вышло, что у нее теперь шрам на плечах от ее зубов. И на колени еще. И на колени. И Шамшурин оставил комментарии. И Шамшурин, да, оставил комментарии ВКонтакте. Слово «жесть», там, типа, когда я эту историю-то выложил. Я же вообще познакомился с симпатичнейшей арабкой, которая сама предложила все это провернуть с ней. Она оплатила мне выпивку в баре, оплатила мне ночью в отеле. Типа, блин, я ее жарил прям за все войны, которые у нас с ними были. Лютый ебал, бля, за все войны. Да, да, это было не то слово. И просто после этого, ребята, я реально почувствовал, как все офигенно. Какой, блин, я офигенный. Это реально придает жуткую уверенность и жуткий стимул вообще двигаться, рыбаться по жизни. Тренинг тоже был очень интересный. Было много познавательной информации. Было, что послушать. Было и поржачных моментов парочку. Но особенно отпечатались задания. Задания – это просто неизгладимое что-то. Они тебя меняют прям. Количество, наверное, и качественно в любых параметрах просто. Что еще можно сказать? Друг моему тоже очень понравилось. У него все очень наладилось. Так, скажем, тоже разнообразил свою жизнь, разнообразил свой досуг. Телефонная книга полна тебе. Да, да, телефонная книга у нас. Лена, Лена гнилые зубы. Телефонная книга пополнилась у нас солидными такими номерами. Там Ксюша – аттракцион. Таня только лицо, Таня только фигура там и так далее. Что еще? Ну, теперь я думаю, что не стоит останавливаться на достигнутом. Надо шагать дальше. Когда мы уже добились определенных результатов. Конечно, я осознаю, что мы еще в начале пути. Но даже уже на таком уровне у нас такой заметный прогресс. Лично даже не только я это замечаю, но и люди вокруг начали это замечать. Не верю, девчонки по-другому стали смотреть. Да, да, и девчонки стали смотреть. Я начал понимать, что значат эти взгляды, их подергивание волос, когда они на тебя смотрят или общаются с тобой. Признаки заинтересованности. Да, да, вот это все. Ну, и я думаю, что стоит двигаться дальше, развиваться. Тренинг этот был таким начальным этапом, который дал основной толчок. Говорится, первый шаг всегда самый сложный, но всегда самый важный. Но это стоило тех денег, которые ты заплатил? Да, да, это однозначно окупилось просто, блин. Ребят, это буквально там за несколько косарей вы измените свою жизнь и поверьте мне в лучшую сторону. На связи был Кирилл. На связи был Кирилл, его друг Степан. Всего вам доброго, удачи. Все будут ваши.